На фронте уменьшилось количество атак, но ситуация напряженная, сводка Генштаба. Самым трудным направлением фронта остается Покровская. Окупанты за последние сутки также активизировались на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает новость Украина, со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения на фронте. Это больше, чем было еще неделю назад, но меньше, чем было зафиксировано за предыдущие сутки. Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили средства ПВО и еще один важный объект – ситуация на направлениях. На Харьковском направлении произошло 7 боестолкновений, вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанское. На Купянском направлении зафиксировано 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника, недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макиевки, Невского и Новосадового. На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивана Дарьевки и Выемки. На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков, недалеко от Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Притечинова. На Торецком направлении было 16 боев, в частности возле Торецкой и Нелиповки. На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидова. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки. На Кураховском направлении силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинска, Голициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. На Времевском направлении российские захватчики 8 раз наступали у Углидара и Водянова. Удачи не имели. На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение, неподалеку от Работина. На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника. На других направлениях обстановка без изменений. Самое тяжелое направление фронта. Напомним, что Покровское направление является самым тяжелым участком фронта в течение нескольких месяцев. Там идут тяжелые бои, а российские войска подходят к окрестностям города. Местные власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные районы. Больше о ситуации в прифронтовом Покровске узнайте в материале РБК «Украина». Также детальнее о том, с какими вызовами столкнется Украина осенью, в нашем материале.